День рождения Однако мобильная группа на месте никого не обнаружила. Чуть позже выяснилось, что два участника в потасовке уже в больнице, один из которых умер во время операции. Этой стычке, оказывается, предшествовал праздник. Восемь молодых людей отмечали день рождения на съемной квартире, куда пригласили двух малознакомых девушек. Через время между дамами и парнями произошла ссора. Ну и девушки по телефону позвали своих друзей для того, чтобы разобраться с обидчиками. Еще восьмерых. Квартира была в районе улицы Гоголя. И когда те прибыли, между парнями завязалась драка. Отмечавшие день рождения, видимо, не осилив соперника, постарались уехать. Но в районе бульвара Иркендик их догнали. Там драка продолжилась. Только уже к этой компании присоединились еще 20 посторонних человек, отдыхавших в одном из близлежащих развлекательных заведений. В итоге один человек скончался. Подозреваемого задержали. Он водворен в ВВС ГУВД столицы. На Иссыкуле изъяли крупную партию марихуаны. 8 килограммов и 100 граммов. Задержанный хозяин наркотиков. Как сообщили сотрудники службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, к ним поступила информация, что некий гражданин изготавливает и пытается сбыть запрещенное вещество. Проведя оперативно-следственные мероприятия, личность мужчины была установлена. Им оказался 57-летний житель села Чонсары-Ой, ранее уже судимый за скотократство. Сотрудники милиции выступили под прикрытием в качестве покупателей, назначили ему встречу и попросили продать 550 граммов гашиша. Товар продавец принес. Наркотик был расфасован в спичечные коробки. Задержав наркодилера, в его доме провели санкционированный обыск, где обнаружили мешок с 8 килограммами марихуаны, а еще инструмент для изготовления наркотических веществ. Немытьем, так катанием правительство теперь разработало проект-постановление под следующим названием об утверждении плана мероприятий по реализации антикоррупционных мер госорганов на 2019 и 2021 годы. В числе прочего, этот план предполагает создание централизованного реестра банковских счетов, который, в свою очередь, заключается в сборе информации о бенефициарных собственниках. К ней, как отмечается в документе, будет доступ у следственных органов, якобы для быстрой идентификации банковских счетов в ходе финансовых расследований. При этом не нужно будет даже получать распоряжение суда. Кроме того, следственные органы, согласно этому документу, получат прямой доступ к базам данных налоговых и таможенных органов при условии должной защиты персональных данных. Первая попытка добраться до данных клиентов банков, хранящих свои сбережения в банковских ячейках, была предпринята около трех месяцев назад. Тогда финполиция запросила у комбанков эти данные. Но экспертное сообщество, юристы, союз банков, Минэконом и Национальный банк посчитали такое требование незаконным и нарушающим банковскую тайну. Толкумбек Абдегулов намерен выплатить суду, списанную ему Национальным банком. Об этом сообщил он сегодня во время пресс-конференции. По словам Абдегулову, проверка Генеральной прокуратуры показала, что часть жилищной суды, которую он взял в свое время, была списана при соблюдении абсолютно всех правовых норм. Никаких нарушений законодательства не было выявлено. Речь идет о сумме почти в 5 миллионов сумм из 6. Этот остаток ипотечного займа был списан, когда Толкумбек Абдегулов осенью 2017 года временно ушел с поста главы Национального банка в связи с назначением на должность первого вице-премьер-министра. Он пояснил, что после общественного резонанса с моральной точки зрения и во благо деловой репутации самого Национального банка будет правильным добровольно выплатить весь долг. Но перед этим, опять же, по действующим нормам нужно внести соответствующие изменения в правовые акты. В Бишкеке обсудят будущее регионов. Завтра в столице начнется двухдневная конференция «Кыргызская республика. Национальный диалог по региональному развитию». Глава государства и эксперты обсудят шаги по улучшению жизни жителей глубинки. Тем для обсуждения на завтрашний форум очень много. Встреча должна не просто обозначить проблемы, но и найти пути их решения, говорят эксперты. Выработанные рекомендации, как обещают в администрации президента, будут использованы при разработке государственных программ. Подробности в нашем следующем сюжете. Пора не просто говорить, а начинать действовать. Эксперты, приглашенные на завтрашнюю конференцию, посвященную развитию регионов, надеются построить диалог между властью и обществом. Конференция призвана стать платформой для обсуждения новой модели взаимодействия государства с бизнес-сообществом и гражданами по актуальным вопросам повестки развития страны и регионов. Данная встреча в целом нацелена на начало больших обсуждений между разными институтами в нашем государстве. Это институт центральной власти, это представители органов местного самоуправления, местного самоуправления. Это вопросы касательно предложений донорского сообщества, это также предполагается участие гражданского общества и бизнес-сообщества со всех регионов нашей страны. И этот диалог будет идти в течение двух дней, это официальная часть. Участникам предстоит подвести итоги прошлого года. За круглым столом эксперты должны выработать стратегию изменений в экономике, социальной сфере, государственном и муниципальном управлении. В течение двух дней конференции участники будут задействованы в тематических сессиях, семинарах и рабочих встречах, на которых запланирована выработка рекомендаций по созданию благоприятных условий для развития бизнес-среды и инвестиционного климата в регионах, вовлечения институтов гражданского общества в процесс общественного контроля и мониторинга за реализацией стратегических документов в сфере региональной политики. Также в первой тематической сессии предполагается обсуждение вопросов развития человеческого капитала. Это в основном вопросы развития здравоохранения, это вопросы развития образования в региональном масштабе. И также предполагается обсуждение вопросов изменений в сфере социально-экономической политики. Кроме того, участники затронуты вопросы культурного развития. Важной составляющей развития регионов, по мнению экспертов, является также религиозная политика. Эта тематика также станет предметом дискуссии в рамках одной из сессий конференции. Вторая тематическая сессия направлена на обсуждение общественных институтов или социокультурных общественных процессов. Здесь будут вопросы подняты по развитию молодежи. Это вопросы касательно религиозных тематик, которые также очень важны в региональном масштабе. Это вопросы миграции и вопросы современных трендов в мировой практике, как эти институты работают и в том числе работают на местном уровне. И третья тематическая сессия направлена на обсуждение технологий управления регионами. Здесь в основном планируется обсудить такие вопросы, как концепция региональной политики. Это вопросы администрации территориального отделения. Рекомендации, выработанные в ходе дискуссии, будут применены государственными органами при выработке стратегии управления и развития регионов. В администрации президента надеются, что площадка конференции станет местом ежегодных встреч, в рамках которых чиновники совместно с гражданским обществом будут анализировать проделанную работу и разрабатывать планы на будущее. Игорь Потанин, Нурбек Копаров, НТС. Из 125 тысяч желающих получить водительские права, почти половина курсантов в прошлом году сдать экзамены не смогли. Об этом сообщили в госпредприятии Инфоком. А именно в отделе тестирования водительского состава сообщили, что количество проваливших тест выросло вдвое по сравнению с 2017 годом. Специалисты отметили, что на это также повлияло и изменение процесса прохождения самого экзамена. Сегодня применяется система мгновенной идентификации людей по геометрии лица. Она проводится с помощью веб-камер, исключая допуск к сдаче экзаменов подставных лиц. Экзаменационные вопросы задаются в выборочном виде. Это позволяет исключать случаи, когда экзаменаторы сами выбирают билеты для курсантов. Одна из разработчиков кодекса, Фарина Летова, пояснила, как у пьяных водителей будут забирать права. Выяснилось, что отбирать их физически все-таки не будут. Но если инспектор выявил водителя в состоянии алкогольного опьянения, он должен передать в ГРС данные, указанные в водительском удостоверении, с тем, чтобы служба на определенное время заблокировала документ. Выяснить, что действие водительских прав приостановлено, инспектор может, если проверит их данные в единой базе. В свою очередь, это влечет еще большее наказание. Водителя вновь оштрафуют, а срок блокировки продлят. Согласно новым кодексам, за езду в нетрезвом виде в Кыргызстане грозит штраф в 17 500 сомов. За отказ проходить экспертизу – 5 500 сомов. Пять компаний допущены к следующему этапу тендера на билетирование в общественном транспорте столицы. Среди конкурсантов значатся ОСО из Китая, из Южной Кореи, России и Швейцарии. По информации столичного муниципалитета, только пять прецедентов смогли собрать ВЕСС, подтверждающий пакет документов, и обеспечить залог в 150 000 долларов. Теперь эти компании имеют право дальше бороться за право на победу в тендере. К слову, сам проект по электронному билетированию транспорта планируется осуществить на основе государственно-частного партнерства. Со стороны привлеченной частной организации будет отвечать за создание оператора системы, которого наделят правом управления и обслуживания. Как отмечалось ранее, транспортные карты на маршрутке автобуса горожану, возможно, придется пользоваться уже во второй половине этого года. Нововведение позволит максимально исключить проезд за наличные и контакт с ними водителя. Сами карты будут пополняемыми. Терминалы для пополнения в мэрии обещают установить прямо на остановочных пунктах.